У каждой страны есть своё прошлое, которое сформировало менталитет жителей этих стран. Для Швеции и Норвегии это истории викингов. Для Японии феодальный период с легендами о самураях. Для Англии это история королей, королев и рыцарей. А для Соединённых Штатов это истории о Диком Западе. У всех нас есть представление о том, каким был Дикий Запад. С его уличными перестрелками между героями и злодеями, поездами с грохотом несущимися по открытым равнинам, бандитами, вскакивающими на поезда, чтобы ограбить их пассажиров, и постоянной враждой между белыми поселенцами и индейцами. Всё это укоренилось в общественном сознании после десятилетий просмотров фильмов и книг о Диком Западе, изображающих его именно таким. Это художественная интерпретация, поэтому мы должны задаться вопросом, сколько правды есть в этом популярном восприятии того значимого периода американской истории. В этом видео мы рассмотрим реальную историю Дикого Запада и то, как его влияние сформировало культуру современной американской нации. В начале 70-х годов XVIII века Британия контролировала часть территории восточного побережья Северной Америки, разделённую на 13 отдельных колоний. Эти колонии обладали высокой степенью автономности, межколониального сотрудничества и торговли, в результате чего колонисты утратили чувство принадлежности к британцам и стали идентифицировать себя американцами. И это, естественно, приводило к трениям между колониями и Британией. А в 1775 году американские колонисты уже организовали открытое восстание. 4 июля 1776 года колонисты официально провозгласили себя независимым государством. Так на свет появились Соединённые Штаты Америки. Для жителей этой новой страны главной культурной ценностью стала мечта о свободе, при которой любой человек мог бы улучшать свою жизнь упорным трудом под защитой закона, гарантирующего справедливость для всех. Эта мечта оказалась заразительной, и началась массовая эмиграция людей из Европы в Соединённые Штаты, что привело к резкому росту населения с 5 миллионов в 1800 году до 23 миллионов в 1850. Однако эта мечта начала быстро рушиться. Хотя 13 штатов и обладали политической независимостью, они унаследовали многое из старой системы, которая не позволяла низшим классам закрепиться в бизнесе и политике. Разочаровавшись, они начали присматриваться к неисследованным территориям на Западе с идеей создания там новых поселений. Поселенцы верили, что, начав всё сначала, они наконец-то смогут найти своё счастье. Однако Старый Свет по-прежнему оказывался препятствием на пути к достижению этой цели. Британия была не единственной державой, захватившей земли в Северной Америке. Франция и Испания тоже имели здесь свои обширные территории. В 1801 году Томас Джефферсон был избран третьим президентом США. Видя, что некогда амбициозный план Франции по колонизации Северной Америки разваливается, он начал переговоры о покупке французской территории, располагавшейся к западу от Соединённых Штатов. Это позволило бы Франции уйти из Северной Америки, сохранив достоинство. А не потерять эту территорию в будущей военной конфронтации с Испанией или Британией. 20 декабря 1803 года была заключена сделка о покупке Соединёнными Штатами французской Луизианы. Буквально одним розчерком пера США удвоились в размерах и получили возможность расширяться на запад, не навлекая на себя гнева французов. В договор была включена река Миссисипи, которая должна была стать главной торговой артерией и придать значительный импульс экономическому развитию США, в то время, когда до открытия первых железных дорог оставалось ещё почти 30 лет. Дверь на запад была открыта. Приобретение этого огромного участка земли поспособствовало формированию в американском обществе философской концепции предначертания судьбы, согласно которой народу США было предначертано самим Богом расширить свои владения по дихим землям на запад, распространяя демократию, капитализм и христианство вплоть до Тихого океана. Эта вера давала американскому народу моральное право игнорировать исторические территориальные претензии индейцев, которые считались лишь дикарями, стоящими на пути. Вскоре после покупки Луизианы президент Джефферсон отправил экспедицию, чтобы исследовать и нанести на карту новую территорию и найти оптимальный маршрут к Тихому океану для будущих поселенцев. Экспедиция, возглавляемая Льюисом и Кларком, длилась более трех лет и дала американцам представление о том, что ждет их на Западе. Тем временем Испанская империя, владевшая территориями во Флориде, Техасе и Калифорнии, восприняла эту экспедицию как угрозу и даже направила военные силы для их задержания, но в конечном счете потерпела неудачу. В ответ президент США Джеймс Монро предупредил европейские страны не вмешиваться в американскую экспансию на Запад, сделав официальное заявление о том, что они намерены расселиться до Тихого океана и что дальнейшее вторжение европейцев на американский континент будет рассматриваться как объявление войны. Также эта угроза была адресована и Мексике, получившей независимость от Испании и захватившей Техас и Калифорнию. Техас получил независимость от Мексики в 1836 году. И подал прошение о присоединении к Соединенным Штатам в 1845. В этом же году статус штата получила Флорида, а в 1846 был подписан договор между США и Британской Канадой, определивший границу в новых владениях между ними. 25 апреля 1846 года началась война между Мексикой и США, которая закончилась полной победой американцев. Согласно Гваделупскому мирному договору 1848 года, в США переходили 525 тысяч квадратных миль территории, включая современные штаты Калифорния, Аризона, Колорадо, Нью-Мексико, Невада, Юта и Вайона. Сегодняшняя карта США тогда только формировалась. И, конечно же, эти земли тогда были заселены. Когда европейцы открывали новые земли в Африке, Азии и Америке, они использовали доктрину первооткрывательств, которая игнорировала территориальные претензии местного населения и предоставляла европейцам суверенитет над новыми землями. В 1823 году Верховный суд США постановил, что этот международный правовой принцип, который используется европейскими поселенцами, также применим и к США. Это означало, что представители местных племен становились подданными правительству США, но в чисто административном качестве, не становясь равноправными гражданами. В то время, как американские поселенцы двигались на запад, полагая, что это их данное богом право, коренное население смотрело на это иначе. Они видели в этом вторжение и разрушение их образа жизни, поэтому вооруженные конфликты были неизбежны и часто кровопролитны. Осознав угрозу, некоторые племена даже объединялись, чтобы противостоять армии США и вооруженным поселенцам, которые, как казалось, были одержимы идеей их уничтожить. Однако технологические превосходящие силы США снова и снова одерживали победы. Племена индейцев узнавали, что их охотничьи угодья становились ограничены, а иногда они полностью переселялись, потому что их земля идеально подходила для белых поселенцев. Экспансия американских поселенцев, многие из которых сами эмигрировали из Европы, также значительно увеличила подверженность коренного населения Америки болезням, которых у них не было естественного иммунитета. Кориоспа особенно сильно поразили местные племена, поскольку они были не только смертельными, но и очень заразными. Некоторые из наиболее циничных американских поселенцев восприняли эти болезни, уносящие тысячи жизней, как знак Божий, освобождающий для них землю. Трудно представить, что творилось в головах тех, кто решил рискнуть всем ради мечты обрести лучшую жизнь в нетронутых землях на Западе. Не будет большим преувеличением сказать, что в XIX веке те, кто отправлялся туда на полосках, совершали путешествия сродни колонизации Луны в наши дни. Они были почти в полном одиночестве, без какой-либо государственной, медицинской и материально-технической поддержки. Эти первые первопроходцы, опираясь в основном на собственные силы, проложили пути, которые вели в самое сердце новых территорий, а оттуда разветвлялись на другие новые районы. Среди наиболее известных маршрутов – тропа Санта-Фе, которая шла от реки Миссури между реками Канзас и Арканзас до места Грейт-Бэнд в Канзасе, где она поворачивала на юго-запад к местечку Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Еще одной важной тропой была Орегоно-Калифорнийская тропа, которая считалась особенно сложной, поскольку проходила по местности со сложным рельефом и через большие территории, занятые индейцами. Она начиналась в Индепенденции, штат Миссури, и проходила через северо-восточный Канзас, южную Небраску и южный Вайомин. Затем она пересекала первые из трех горных хребтов, после чего шла через засушливый и пустынный район Грейт-Дивайт, Айдаха, и достигала территории Орегона. В этих условиях переселенцам требовались опытные люди, способные обучить и вести за собой тысячи поселенцев, многие из которых выросли в американских или европейских городах и не имели большого опыта походной жизни. Кроме того, поселенцам нужно было формировать большие караваны для совместной защиты и взаимной поддержки. Люди, которые присоединялись к караванам, были очень разные. Одни велись на сказки о приключениях, представляя себе сражения с медведями или коренными жителями. Другие были бизнесменами, надеясь перенести свои навыки и смекалку в новые поселения, где конкуренция была менее жесткой. И, конечно же, среди них были и преступники, спасавшиеся от закона, и должники, не способные выплатить свои долги. Караван-повозок начинал формироваться ранней весной в условленном месте встречи, например, у реки Миссури. Члены каравана формировали из своего числа группы для решения жизненно важных задач. Создавали руководящий орган, избирали лидеров и определяли правила поведения во время путешествия. Те, кому поручалось вести разведку и охрану, ехали верхом, что позволяло им быстро передвигаться. Основная же масса ехала в ставших уже легендарными повозках, называемых Канистога. Эти повозки получили свое название от ручья Канистога в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, где они появились. Это была идеальная повозка для длительного путешествия. Она, запряженная шестеркой лошадей, могла перевозить до шести тонн груза, а ее белый холщовый покров защищал как от дождя, так и от палящего солнца. Караваны, как правило, следовали строгому распорядку дня. Путешественники просыпались в четыре утра, завтракали и собирали вещи. В семь утра они отправлялись в путь и двигались примерно до четырех вечера, когда останавливались и разбивали очередной лагерь. Все это было нелегко. В некоторые дни караванам получалось преодолевать лишь три мили, а нужно было спешить, ведь с каждым днем приближалась зима. Однако не только местность мешала их продвижению. В некоторых караванах насчитывалось более ста повозок, и обеспечить движение такого огромного каравана было нелегкой задачей для его руководителей. Ведь продвижение не обходилось и без угроз со стороны индейцев, которые часто следили за длинными вереницами повозок, проходящих по их территории. Иногда они останавливали караваны и требовали с них дань в виде еды, мулов, винтовок или других товаров. Нужно было решать, что делать, платить или отбиваться. Но ни то, ни другое не гарантировало безопасность. Некоторые, наиболее агрессивные племена, даже не требовали дани, они просто нападали. Поэтому защита караванов была сложным делом. Они были длинными, и их защитники распределялись по всей их длине. Если же происходило нападение, в его отражении участвовали абсолютно все, даже те, кто сами не мог стрелять, перезаряжали другим оружие. Также со временем была выработана специальная тактика. Когда караваны проходили по опасной местности, они обычно двигались двумя колоннами. Таким образом, при нападении они быстро создавали круговую оборону. Но трудности рельефа местности, надвигающаяся зима и угроза нападения не были единственными неприятностями. Переселенцам приходилось сталкиваться и с болезнями, и с голодом. На Орегоно-Калифорнийской тропе колорадская болезнь поразила многие караваны. Она была страшна из-за внезапности ее появления. Человек мог чувствовать себя совершенно нормально за завтраком, а к ужину уже быть мертвым. Также отсутствие свежих овощей и фруктов в пути приводило к цинге – болезни, которые чаще всего ассоциируются с моряками, находящимися в длительных морских путешествиях. Для некоторых караванов стал серьезной проблемой и голод, особенно если им не удавалось достичь пунктов назначения до наступления зимы. Если учесть все эти факторы, то неудивительно, что те, кто прошел по этим тропам, считались самыми выносливыми людьми. Они воплощали в себе американский дух, который привел пилигримов к колонизации Северной Америки. А теперь они расширяли границы своей страны и своего образа жизни. Легенда о Старом Западе и тех людях, которые его создавали, начала обрастать историями новых переселенцев. Проникая на восток, они вызывали все больше интерес к переезду на Запад среди оставшегося населения. Но не все были готовы ехать в повозках. В 1830 году в США открылась первая железная дорога, и протяженность железных дорог быстро начала расти. На Западе уже существовали поселения, и железные дороги привели туда новых поселенцев, стремившихся найти новую, более обеспеченную жизнь. Сотни людей, ехавших на повозках, вскоре превратились в тысячи, ехавших на поездах. Особенно после того, как в 1848 году в Калифорнии было найдено золото. В последующие десятилетия поселки превратились в города. Так был заложен фундамент для того периода, который вошел в историю как Дикий Запад. Выбор места для поселения всегда был разным, а названия некоторых из них вошли в мифы о Диком Западе. Так, например, город Дэдвуд был основан в 1876 году. На территории ранее предоставленной племени Лакот. Однако, когда в этой местности было найдено золото, американские поселенцы проигнорировали этот договор и основали город, получивший название от находившейся рядом мертвой рощи. Другой город, Тампстоун, был основан почти одновременно с Дэдвудом в Аризоне. Он возник рядом с серебряными рудниками, и за 10 лет он принес около 50 миллионов долларов дохода. Очень необычную цифру для того времени. Некоторые поселения выходили за рамки небольших поселков и со временем становились одними из самых известных городов Америки. Так, небольшое поселение, основанное в 1858 году в Колорадо, во время золотой лихорадки, положило начало городу Денверу. Золото также превратило небольшой городок Сан-Франциско, на западном побережье, в процветающий город, после того, как туда устремились охотники за удачей. Учитывая правовую систему того времени, многие города Дикого Запада практически не контролировались властями, и любой, у кого были деньги на создание бизнеса, обычно мог свободно его делать. В период расцвета в сравнительно зажиточном городе Тампстоун насчитывалось не менее 110 салунов, 14 горных залов, множество танцевальных залов, борделей, 4 церкви, 3 газеты, 2 банка и школа. И все это при населении всего около 100 тысяч человек. Учитывая изнурительный характер работы на шахтах и строительстве железных дорог, неудивительно, что развлечения на Западе пользовались таким большим спросом. Алкоголь и карточные игры были самыми распространенными видами развлечений, но и то, и другое могло пробудить в людях самые худшие качества, особенно когда закон в некоторых местах почти не соблюдался. Многие города были слишком малы для того, чтобы в них можно было организовать театр, и это привело к появлению странствующих театральных труб. Переходя из города в город, актеры, певцы и танцоры всегда вызывали ажиотаж. Популярные мифы о Диком Западе часто изображают эти шоу не слишком культурными, но хотя на Западе было меньше гастролирующих труб, многие из них упорно работали над тем, чтобы привнести туда культуру больших городов восточного побережья. Часто они строили временные, а в некоторых случаях и постоянные здания для проведения своих представлений по вечерам. Чтобы получить дополнительный доход, днем они сдавали театральные помещения в аренду городу для проведения различных мероприятий от танцев до городских собраний и уголовных процессов. Однако один вид развлечений был особенно востребован мужчинами, и они были готовы платить за него по высшему разряду. Это был секс. Жизнь в шахтерских городах была для мужчин тяжелой, но, пожалуй, еще тяжелее она была для одиноких женщин. У женщин не было возможности спуститься в шахты, где делались деньги, и вместо этого им приходилось заниматься домашней работой, например, стиркой. Этого едва хватало на жизнь, и у них оставалось только два выхода – либо найти мужа, либо работать в борделях. Работая проституткой, женщина могла заработать за одну ночь столько же, сколько за неделю стирки. И поскольку все они хотели финансовой независимости, они становились проститутками. Секс быстро стал большим бизнесом на Западе, а города у железных дорог стали центрами проституции, поскольку через них постоянно проходил поток мужчин. Фольклор рассказывает о железнодорожниках, которые вешали красные фонари у борделей, пока сами проводили время внутри. Это породило термин «район красных фонарей», который с тех пор стал означать район города или поселка, охваченный проституцией. Многие женщины, работавшие в борделях, осознав, что сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны соперниц, стали настоящими бизнесвумен. Для продвижения своего бизнеса они использовали визитные карточки, рекламные плакаты и даже ваучеры. Но нужно было соблюдать осторожность. Вместе с шахтерами на Запад устремилась и церковь. А секс-бизнес тогда считался греком. От членов общества ожидали соблюдения определенной степени морали, и посещение борделя, если бы о нем узнали, могло сильно испортить имидж. Заболевания, передающиеся половым путем, были обычным делом, а при таком количестве мужчин, посещающих бордели, они могли распространяться среди общины, как лесной пожар. Даже если болезнь не была смертельной сама по себе, она часто снижала или полностью лишала мужчину способности работать. А при отсутствии служб социальной помощи это могло означать голодную смерть. Во второй половине XIX века медицинские технологии и знания постоянно развивались как в Европе, так и в восточных штатах Америки. Но на Запад они доходили намного медленнее. Лекарства здесь часто были либо привезенными еще из Старого Света, либо вновь изобретенными на основе местного опыта. Но ни те, ни другие не были эффективны на 100%. Заболели кашлем? В 60-х годах XIX века на Западе можно было лечиться луковым супом или смесью опиума и камфора. Также можно было проглотить смесь из равных частей льняного масла, меда и ямайского рома. Однако, за услуги как врача, так и ночной дамы нужно было как-то платить. Экономика Запада менялась со временем по мере того, как росло количество белых поселенцев. До массовой миграции деньги на Западе не представляли особой ценности и были бесполезны. Первые поселенцы торговали с индейцами и друг с другом, рассчитываясь мехами, едой, алкоголем или оружием. Большинство переселенцев перед отправлением тратили свои последние деньги на предметы первой необходимости. Им не на что было возвращаться, и это давало им дополнительный стимул продолжать двигаться на Запад. Но экономика Запада резко изменилась, когда в конце 60-х годов начали прокладывать железные дороги. Путешествия, на которые раньше уходили месяцы, стали занимать несколько дней и уже не были сопряжены с высоким риском. Это привело к отбурному росту населения, так и к экономическим связям с восточными штатами. Товары, произведенные на Западе, стали перевозиться на Восток. Это привело к появлению доллара на Западе, и вскоре он занял тут свое законное место. До него здесь использовалось множество валют. Серебряные и золотые монеты часто имели разную стоимость в разных городах. А некоторые компании платили своим работникам частными банкнотами или ваучерами, принадлежащими местному банку или даже частному лицу. Проблема таких денег заключалась не только в том, что их нельзя было потратить за пределами компании или города, но и в том, что если частное лицо или местный банк разорялись, то все эти деньги в один миг становились бесполезными. Большая шляпа, шпоры и револьвер на бедре. Именно такой образ ковбоя создала популярная культура. А сам термин «ковбой» уже стал нарицательным. Однако история настоящих ковбоев немного иная. Огромные, нетронутые земли Запада были идеальным местом для расширения сельскохозяйственной базы Америки. Железные дороги позволяли доставлять продукты на рынки Востока, а порты на обоих побережьях отправлять их на экспорт. Однако еще до того, как американское население двинулось на Запад, большая часть тех земель уже использовалась испанцами. И многие обычаи, традиции и даже слова, которые мы сегодня ассоциируем с культурой ковбоев, берут свое начало в Испании. Например, слово «ранче», которым часто называют небольшую ферму, испанского происхождения. До 850-х годов рынок крупного рогатого скота практически отсутствовал. Но после окончания гражданской войны в Америке скотоводство стало по-настоящему крупной отраслью. Во время гражданской войны армия северян использовала город Чикаго для снабжения солдат мясом. После войны эти же предприятия начали использовать для переработки мяса, поступавшего с Запада, и Чикаго стал крупным мясокомбинатом. Мясо стало пользоваться большим спросом, что привело к увеличению числа фермеров, выращивающих скот для мясной промышленности. К 870-му году в Чикаго уже перерабатывалось 3 миллиона голов крупного рогатого скота и свиней. И это число постоянно росло. Трансконтинентальная железная дорога, соединившая оба побережья Америки, открыла Запад для бизнеса, и наступила эра ковбоев. Многие породы, которые выращивали ковбои, были завезены в Америку европейцами и жили в полудиком состоянии на открытых пастбищах, где они паслись большую часть года. Основной породой крупного рогатого скота был лангхорн, произошедший от испанских лангхорнов, завезенных в 16 веке. Другой породой был херефорд, завезенный из Англии, но поскольку животные находились без присмотра, нередко происходило скрещивание этих двух пород. Поскольку часто не было возможности разделить стада между владельцами, многие из них объединялись, чтобы следить за количеством и местонахождением своих животных. Чтобы определить принадлежность отдельных животных, их еще телятами клеймили. Для этого ковбоям приходилось связывать теленка веревкой и удерживать его, пока наносилось клеймо. Это была трудная работа, и те, кто обладел этой практикой, вызывали определенное восхищение. Это приводило к конкуренции между ковбоями, которые хотели доказать свое мастерство и привело к возникновению спорта Родео. Но мясная промышленность зависела от доставки животных на рынок, а для этого скот нужно было перегонять с пастбища на станцию, откуда его по железной дороге доставляли в города для убоя и переработки. В 1836 году фермеры начали проводить поначалу небольшие перегоны скота. Владельцы ранчей из Техаса начали перегонять свой скот в Новый Орлеан, создав так называемую говяжью тропу. По мере роста спроса и количества перегоняемого скота были организованы и другие маршруты. Однако не обходилось и без споров. Иногда земли, находящиеся на маршруте перегона, кто-то занимал. Это привело к появлению в Америке законов об открытом прогоне, согласно которым, если землевладелец не уведомил скотопрогонщиков о том, что им запрещено находиться на данной земле с помощью знаков или ограждений, то скотопрогонщики могли заходить на эти земли. Еще одной проблемой было распространение болезней скота. У лангхорнов, которых выращивали в Техасе, в шерсти часто были клещи, которые переносили техасскую лекарадку. Техасский скот был невосприимчив к этому заболеванию, но оно поражало другие стада. Это вызывало такое беспокойство, что во многих районах для защиты своего скота создавались отряды дружинников, которые не допускали перегонщиков. Гражданская война резко ограничила перемещение скота, что привело к падению цены на него. Скот продавался всего по 2 доллара за голову, но с открытием чикагских мясокомбинатов и послевоенным мясным бумом цена выросла до 40 долларов. Перегон неохраняемого скота через открытые пространства неизбежно привлекал преступников, которые хотели украсть скот либо для продажи, либо чтобы просто прокормить свои семьи. Фермеры очень серьезно относились к краже скота, и одного обвинения в этом было достаточно для расправы. Такое местное правосудие привело к кровавому конфликту в округе Джонсон в Вайоминге в 1889 году. Скотоводческие компании безжалостно преследовали предполагаемых воров, часто лишь на основании косвенных улик. Многие из обвиняемых были просто новыми поселенцами, которые конкурировали с компаниями за землю, скот и права на воду. Элла Ватсон была недовольна тем, как крупные компании вели себя по отношению к мелким фермерам, составлявшим местную общину. Именно повешение Эллы Ватсон и ее мужа стало искры для грядущей войны. Ферма Эллы Ватсон развивалась и это угрожало ее соседу, богатому фермеру Альберту Джону Ботвеллу, который отгораживал общественные земли для своего пользования и пасывал своих ковбоев угрожать и запугивать всех, кто жаловался. Когда Ботвелл решил обвинить Эллу в краже, на ферму Эллы явилась вооруженная банды и ее с мужем повесили на дереве, несмотря на то, что друг попытался спасти их, открыв огонь. Шесть человек были арестованы за это убийство, но свидетелей запугали, а один даже исчез до суда и Ботвелл приобрел землю Эллы. Но этим все не закончилось. Вскоре был убит детектив, действовавший по заявлению Ботвелла. Потом прошла еще серия убийств. Тогда богатые землевладельцы привели вокруг Джонсон вооруженный отряд. Вторжение этого отряда вызвало недовольство как мелких фермеров, так и властей штата. Вместе они сформировали отряд из 200 человек, что привело к ожесточенному вооруженному противостоянию. Только вмешательство армии США по приказу президента Харрисона привело к затиханию противостояния. Но даже после этого насилие продолжалось спорадически в течение нескольких месяцев. Кражи скота были далеко не единственным преступлением на Диком Западе. Местный образ жизни, когда многие люди выживали в одиночку или небольшими общинами, привлекало сюда множество криминального элемента. Возможно, именно в это время популярный миф о ганфайтерах был наиболее близок к правде. Армия США старалась поддерживать здесь порядок, но была слишком рассредоточена и была больше озабочена подавлением восстания индейцев и охраной границы с Мексикой, которая в то время все еще представляла серьезную угрозу для США. В результате многие общины сами на свое усмотрение поддерживали правопорядок и наказывали преступников. Это не было идеальной формой юстиции и часто приговоры выносились без должного расследования или надлежащей правовой процедуры. Крупные предприятия обычно нанимали стрелков для защиты своей собственности от беспринципных воров. Это были не просто частные охранники, многие из них были опытными солдатами или бывшими преступниками. И в условиях, когда их деятельность практически не регулировалась, как это было в округе Джонсон, их тактика часто была очень жесткой. Эти отряды вооруженной охраны были максимально приближены к правоохранительным органам, но они служили только интересам своего работодателя, а не общества в целом. По мере того, как города росли, а власти из Вашингтона распространяли свое влияние все дальше на Запад, начинали работать и официальные законы. Появились официальные представители властей, шерифы. Многие из преступлений, с которыми сталкивались шерифы, были мелкими нарушениями порядка. За что он мог посадить нарушителя на ночь в местную тюрьму? По поводу серьезных преступлений нужно было обращаться в суд, а это было проблемой. Во многих городах не было судов, поэтому шерифу приходилось либо везти преступника в более крупный город, что было рискованно, либо держать его под замком до прибытия судьи, чтобы рассмотреть дело. Быть служителем закона на Западе всегда было опасно, так как помощи от других служителей закона зачастую было мало, а если она и была, то не всегда могла прийти вовремя. В связи с этим деятельность многих шерифов обросла мифами. Наверное, наиболее известным из шерифов Запада является Вайетер, чьи подвиги были увековечены в книгах, фильмах и телешоу. Однако, как и многие легенды Дикого Запада, его история была несколько искажена во многих пересказах. По всему Западу Соединенных Штатов даже самые незначительные разногласия легко перерастали в полноценную вражду. И это даже без учета того, как гражданская война повлияла на американское общество. Многие солдаты Конфедерации не могли смириться с жизнью при Союзе, воюя с ним с 61-го по 65-й год. В связи с ограничениями, наложенными на многих солдат Конфедерации, неудивительно, что многие из них стали вести преступный образ жизни. Пожалуй, самый известный из этих преступников был Джесси Вудсен-Джеймс, который родился 5 сентября 1847 года в округе Клей, штат Миссури. В юности у семьи Джесси было несколько рабов, поэтому, когда началась гражданская война, они, естественно, симпатизировали стороне Конфедерации. Джесси и его старший брат Фрэнк вместе с солдатами Конфедерации участвовали в партизанском походе, который научил их скрываться, быть безжалостными и обеспечивать себя за счет грабежа. И конфедераты, и солдаты Союза совершали шокирующие акты жестокости по отношению друг к другу и к мирным жителям, и ненависть к ним не утихала до конца войны. Банда Джеймса стала самой разыскиваемой в Америке в послевоенный период, но братьям удавалось уходить от преследователей более 15 лет. По оценкам, они похитили около 200 тысяч долларов, что сегодняшними деньгами составляет более 6 миллионов. Одни рассказывают, что братья Джеймс были Робин Гудами и делились похищенными деньгами со своей общиной. Другие же утверждают, что они грабили исключительно из жадности. Но как вымышленные, так и реальные истории о Джессе Джеймсе являются определяющими аспектами для нашего понимания того периода в целом. В истории Дикого Запада часто упоминают об американском духе, покорявшем дикие земли, но при этом часто упускают из виду коренных жителей Америки. С их точки зрения приход испанцев, а затем американцев был покушением не только на их землю, но и на их самобытность и культуру, и многие из них решили сопротивляться. По этой причине в историях о Западе коренное население часто изображается как враг, стоящий на пути прогресса. Однако по мере того, как американское правительство усиливало программу ограничений в отношении индейских племен, вынуждая многих из них оказывать сопротивление, американские военачальники быстро научились уважать своих местных врагов. 19 век породил ряд искусных военачальников индейских племен, сопротивлявшихся белым поселенцам, которые сами грабили их земли. Именно многих из этих вождей прочно вошли в американскую культуру и язык, например, Джеронима. Он принадлежал к племени Апачи, проживавшему на территории современной Аризоны. Его жена и трое детей были убиты мексиканскими войсками. Отомстив, он развернул военную кампанию против белых поселенцев, где его мужество и стойкость стали легендой по всему континенту. Известно, что против мексиканских и американских войск он вступал в бой с одним лишь ножом под градом пуль. Несмотря на многочисленные сражения, Джеронима выжил, но в конце концов был вынужден сдаться американским войскам 4 сентября 1886 года. Другим великим местным военным лидером был Красное облако из племени Лакоты в Небраске. В 1866 году Красное облако возглавил свое племя в войне против армии США. К концу войны Красное облако разгромило армию США и установил контроль над территориями Вайоминга и Монтане. Красное облако договорился с правительством США о том, чтобы его племя сохранило право собственности на Блэк-Хиллз. Однако победа Красного облака была недолгой, и когда в регионе было обнаружено золото, белые поселенцы проигнорировали соглашение и поселились здесь. Такое пренебрежение к заключенным соглашениям привело к возобновлению военных действий. Несколько индейских племен объединились под предводительством двух самых почитаемых вождей бешеной лошади и сидящего быка. Эти два вождя собрали около 10 тысяч своих людей. 25 июня отряд генерала Джорджа Кастера проводил разведку перед своими позициями, когда наткнулся на их лагерь. Индейцы атаковали отряд Кастера. Под командованием Кастера было всего 600 человек, и он был разбит превосходящими силами противника. 268 американских солдат были убиты, а американское правительство использовало этот инцидент для дальнейшего оправдания своих репрессий против индейских племен. Бизоны, основной источник пищи и одежды для индейцев были практически уничтожены, что сделало равнины практически непригодными для жизни. Не все вожди индейцев решались воевать против экспансии США. Так, может, племени Нес-Персе Джозеф приложил немало усилий, чтобы решить проблемы своего племени с правительством США мирным путем. Правительство потребовало, чтобы Джозеф увел свой народ в резервацию Альдаха. Джозеф сопротивлялся и пытался вести переговоры, но когда он увидел, что на его людей надвигаются войска, он сдался и повел их в резервацию. Однако некоторые из младших членов его племени стали мстить белым поселенцам, переселившимся на их земли. И тогда вождь Джозеф был вынужден возглавить военный поход. В 1877 году Джозеф больше не мог воевать и сдался. К концу XIX века миф о жизни на Западе уже был распространен не только на восточном побережье США, но и по всему миру. Истории, рассказанные путешественниками, стали пользоваться большим спросом в тавернов, где за особенно захватывающую историю рассказчик мог получить бесплатную выпивку. На основе этих историй появились десятицентовые романы, рассказывающие захватывающие истории в обстановке вестерна. Но был один человек, который сделал больше всех, чтобы донести миф о диком Западе до широких масс. Его звали Уильям Фредерик Коди, но известен он стал как Буффало Билл. Коди вырос в Канзасе в то время, когда насилие между сторонниками и противниками рабства было на пике. И его отец был убит после произнесения речи с призывом отменить рабство. Это заставило Коди рано начать работать, доставляя грузы и перевозя скот. Всего в 11 лет он вступил в перестрелку с индейцем, напавшим на поезд со скотом. Эта история быстро принесла ему легендарный статус самого молодого бойца. Во время Гражданской войны Коди был разведчиком армии северян, а потом его наняли охотиться на бизонов, чтобы кормить строителей, работавших на железной дороге Юнион-Пасифик. Здесь он получил прозвище Буффало-Билл. Его навыки стали настолько известны, что генерал Кастер нанял его в качестве проводника русского великого князя Алексея на охоте. Он служил в армии США во время частых войн с индейцами и был награжден медалью почета, высшей наградой Америки за храбрость. Подвиги Коди стали интересным материалом для газеты романов, и он быстро превратился в народного героя Запада. Почувствовав возможность сколотить состояние на своих подвигах, он попробовал себя в качестве актера, сыграв в спектакле «Сын Прерии». В 1883 году Коди с помощью продюсера Нейты Солсбери организовал собственное шоу Дикого Запада. Зрелищную феерию под открытым небом с сотнями актеров. В шоу были показаны трюковая стрельба ковбоя и индейцы, а также воссозданы охота на бизонов, захват Дэдвудского вагона и поездка на Пони-экспресс. Репутация шоу была такова, что в конце концов оно отправилось в Европу, продемонстрировав свое мастерство на золотом юбилее королевы Виктории в 1887 году, после чего отправилась путешествовать по континенту. В 1893 году ежегодная аудитория шоу составляла около трех миллионов человек, а Буффало Билл стал звездой. Он продолжал выступать до 70 лет. К сожалению, он вложил свои деньги в несколько неудачных бизнес-предприятий, и когда он умер 10 января 1917 года, то был близок к банкротству. Хотя он и не оставил после себя большого богатства, его оследие было неизмеримо. Он и ему подобные создали легенду о Диком Западе, и она продолжала вдохновлять миллионы людей. В 20 веке выросло новое поколение, которое узнало о Диком Западе, или, по крайней мере, о том, как он изображался в книгах и передачах того времени. Однако вскоре выяснилось, что Запад уже не был таким диким, как раньше. Наступление нового века возвестило о завершении этого уникального и увлекательного периода истории. В конце концов, не столько американский дух победил на Западе, сколько американская цивилизация. Благодаря железным дорогам и появлению автотранспорта больше не существовало пропасти между Востоком и Западом. Появились телеграф, телефоны, радио. Соединенные Штаты теперь ощущались как одна целая страна, а вместе с этим изменился и характер жизни на Западе. Последнее из великих золотых якорадок закончилось к 1900 году, и многие города, возникшие для поддержки шахт, были заброшены, образовав множество городов-призраков. Перегоны скота также сократились, поскольку больше не было необходимости перегонять большие стада так далеко, как раньше. Многие городки внедрили новые отрасли промышленности, появившиеся благодаря промышленной революции, и вскоре стали напоминать восточные города. К 1912 году территориальная экспансия Америки была в основном завершена, и именно в этот момент многие считают, что период, запомнившийся как Дикий Запад закончился. Однако он оставил неизгладимые впечатления на американскую культуру. Истории, песни, символы, многое из того, что считается американским, берет свое начало на Диком Западе. Появление кинематографа еще больше раздуло истории о Диком Западе, и жанр вестерна был невероятно популярен в первой половине 20 века. Во второй половине 20 века многие американцы стали более негативно относиться к Западу, особенно к тому влиянию, которое экспансия белых оказала на коренное население. И это привело к снижению популярности жанра вестерна и поп-культура. Тем не менее, дух Дикого Запада по-прежнему жив, процветает в Соединенных Штатах и продолжает отражать американскую идентичность. Легенда о Диком Западе все еще жива и будет вдохновлять многие поколения американцев еще долгие годы. Субтитры создавал DimaTorzok